МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 декабря, четверг. Смотрите выпуски. В авиаторе началась массовая вакцинация. Ветеринары прививают животных от бешенства. Чтобы ибиемие не распространялось, и чтобы собака не заболела, была хорошей. Ачинцы возмущены проездом большегрузов по городу. Дороги и так убитые. По центру города ходят машины. Скания, КамАЗ. Смотрите, что ответит автополиция. Праздник – все. На площади нефтяников рабочие убирают елку и скульптуры. Всем здравствуйте. Сегодня телеканал ОСА решил узнать, как жители микрорайона «Авиатор» отреагировали на мобильную ветклинику, которая приехала прививать домашних питомцев. Во дворе дома номер 2 в микрорайоне «Авиатор» припарковала светклиника на колесах. Люди изо всех районов Ачинска несут сделать укол от бешенства своим питомцам. Кто-то пешком, кто-то привозит на машине. Юного Захара привить их кота отправила мама. Вы же вообще первый раз живете от бешенства для вас привыкать? Ему, да. А вообще стараетесь как-то прививать? Ну, собаку, да. Сказали, приехал. А вы жили в микрорайоне «Авиатор»? Да, да, да. Ну, эпидемия какая-то вам, то есть, значит, надо. Как звать питомца? Спарки. Спарки. Скажите, вы первый раз вообще прививаться вы хотите? Но других там не просто? Нет, при прививке-то ставили всякие разные, то есть, отчемки и от всего такого, то есть, как бы, по-честному. Вы считаете, это правильно? Я думаю, да. Чтоб и биемия не распространялась, и чтоб собака не заболела, была хорошей. Я поставлюсь, у меня маленький ребенок, 10 месяцев. Ну, кошка спокойная, очень спокойная у нас, но очень боюсь, вдруг принесу, нечаянно наступлю на кое-что. И вот, поэтому я как бы в первую очередь об этом подумала. Между собой прям информируем друг друга. Мне вот сестра вчера позвонила, сказала, говорит, обязательно отнесите кошку. Ну, вот, от греха, говорится, подальше. Такого потока людей никто не ожидал увидеть, рассказывает ветеринарный врач Татьяна Прошкина. За полчаса с момента вакцинации пришло порядка 20 человек. Народ идет активно, уже 18 человек прошло. Думали, ну, как-то послабее будет, но активненько идут. Даже с седьмого микроэйона приходили люди. Несут собак, кошек. Где-то три минуты уходит на одно животное. За первый день вакцинации уколы поставлены около 40 питомцам. Напомню, завтра у дома номер 10. Автомобиль ветеринарной службы ждет Ачинсов с их питомцами для бесплатного укола с 3 до 6 вечера. Если же вы не смогли попасть в указанные часы, привиться можно и в ветклинике по адресу Клубничная 9. Анна Ахметова, Александр Житилев, Телеканал ОСА. Инаугурация нового мэра Ачинска пройдет сразу после выборов. Торжественная церемония вступления в должность назначена на час дня в понедельник. При этом голосование в горсовете начнется двумя часами ранее. Напомним, в финал конкурса на пост горноначальника вышли Наталья Григорьева, директор управляющей компании, и Александр Токарев, руководитель теплосети. В политических кругах Токарева уже давно называют главным кандидатом в мэры. Замечу, по уставу инаугурация должна состояться в течение 10 дней после избрания. Но Ачинские власти решили не откладывать праздник. К тому же город уже давно без мэра. Почти полгода. Ожидается, что гостей на инаугурации будет около 70 человек. Приглашены представители краевых властей, руководители крупных предприятий, госструктур и почетные жители. Сама церемония пройдет в Большом зале городского ДК, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Как выяснил телеканал ОСА, по сценарию не будет никаких излишеств. Избранный мэр произнесет присягу, примет поздравления и выступит с ответной речью. Ачинск в этом году, похоже, может получить еще 9 бэушных московских трамваев. Сейчас, по нашей информации, из компетентного источника. Как раз идут переговоры со столичными властями. Если все пойдет по намеченному плану, то на Ачинскую землю прибудут вагоны 623 модели. Они низкопольные и удобные для маломобильных пассажиров и мам с колясками. Выпускаются такие вагоны с 2009 года, так что списаны. Со столичных маршрутов транспорту не более десятка лет. Для сравнения, в Ачинске средний возраст вагонов перевалил за трясатник. Кроме того, московские трамваи напичканы электроникой. Напомним, в прошлом году наш город уже обновился на 10 вагонов. Столичные власти отдавали бэушные трамваи в регионы, потому что на миллиарды закупались современным электротранспортом. В Ачинске первый новый старый вагон вышел на линию в декабре. К лету руководство предприятия обещает выпустить на маршруты все. Анна Ахметова, Телеканал ОСА. 14 декабря 2020 года. Очередная видеосъемка. По центру города входят машины. Сканя, КамАЗ. Это и еще несколько подобных видео к нам в редакцию прислал обеспокоенный Ачинец. На кадрах видно. Груженная техника идет по центральным улицам. С такими недовольствами к нам обращаются горожане и летом, и весной, и осенью. Люди возмущаются, что многотонные грузовики убивают и без того ужасные дороги. Ачинцы логично задаются вопросом. А может лучше пустить подобный транспорт по объездной? Ведь эти машины, как правило, транзитом проходят через город. В ГИБДД, куда мы отправили это видео, дают вот такой ответ. Если есть необходимость человеку доставить необходимый товар или продукцию с наличием всех необходимых документов на перевозку, здесь тогда уже нарушений не выявляется. Специальные разрешения выдаются только на те транспортные средства. Опять же, выдаются они коррудором. Именно для перевозки огнеопасных или тяжеловесных грузов. В рамках полномочий госавтоинспекции здесь, в принципе, все меры всегда исчерпываются. Получается, что если все документы в порядке, а полная масса автомобиля не превышает максимально допустимую, у нас в стране это 44 тонны, то грузовики, которые перевозят продукты и сырье для производства товаров, могут совершенно свободно передвигаться по городу. При этом местные власти вместе с дорожными полицейскими могут ограничивать движение грузовиков. Например, в Красноярске запрещен проезд грузовиков массой свыше 3,5 тонн по проспекту Свободный, а несколько улиц полностью закрыты для грузовых автомобилей. Николай Черемных, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Играет музыка. Перевозчиков обвиняют в неуважении каченцам. Председатель общества слепых Андрей Стулов обратился к маршрутчикам быть внимательнее к особенным пассажирам. Искренне обращаюсь ко всем перевозчикам пассажирских предприятий внимательнее относиться к людям с ограниченными возможностями. И прошу, чтобы кондуктора, видя человека незрячего с собакой проводником или без собаки проводника, с тростью, с белой, обращали на это внимание и спрашивали хотя бы, где вы будете выходить. По словам Стулова, из-за того, что в автобусах не сообщаются остановки, люди не ориентируются во время поездки. Это серьезная проблема в морозы и особенно для маломобильных пассажиров. Конкретные маршруты, где перевозчик не объявляет остановки, Стулов не называет. Но в мэрии, говорят, они отработают эту жалобу со всеми фирмами. По словам руководителя управления экономики Марины Гороховой, по контракту перевозчики обязаны информировать пассажиров. Либо через электронный информатор, либо водитель и кондуктор объявляют остановки. За нарушение полагается штраф. Однако, как утверждает Горохова, ащинских маршрутчиков еще ни разу не наказывали за это. Напомним, сообщать о любых перебоях в работе общественного транспорта Ачинцы могут по телефону 602-33 в рабочее время или круглосуточно в единую диспетчерскую службу. Русал отчитался о восстановлении земель после разлива шламовых вод. ЧП случилось в 2013-м, когда на сельхоз территории Ачинского района вылилась техническая жижа. По оценкам Россельхознадзора пострадали больше 30 гектаров. Тогда суд назначил АГК штраф в 400 миллионов рублей в пользу районного бюджета, а также обязал восстановить почву. По мировому соглашению между Россельхознадзором и комбинатом, последний обязался рекультивировать нарушенный участок. В случае невыполнения работ или не в полном объеме, АГК заплатит штраф в 700 с лишним миллионов рублей. Сегодня ведомство сообщает, виновник отчитался о частичном исправлении. Выполнено два этапа работ. В 2019-2020 годах на техническом этапе рекультивации была проведена планировка поверхности, сформированные временные технологические автодороги, нанесен капиллярно-прерывистый слой исчебня, скрышной суглинистой породы, плодородный слой распределен по поверхности рекультивируемых участков. В ходе биологического этапа восстановительных работ проведена механизированная обработка почвы, внесены минеральные удобрения, произведен посев многолетних трав. Важно отметить, что сейчас специалисты Россельхознадзора не выезжали с контрольной проверкой в Ачинский район. Русалачинск направил в ведомство документы и акты о выполнении рекультивационных работ. По информации Россельхознадзора, до конца года АГК должен завершить третий этап рекультивации. По плану восстановить осталось ровно половину нарушенных земель – 15 гектаров, а это около 20 футбольных полей. Напомним, просрочка грозит виновнику многомиллионным штрафом. Российско-финский медицинский центр ТРВ в Ачинске продолжает прием пациентов. Прием ведут доктора высших категорий и профессора из Красноярска. Современное технологичное оборудование, высокий уровень подготовки медицинских специалистов – это точная диагностика, грамотное лечение и эффективная реабилитация. В ТРВ приходят выздоравливать. Ачинск, микрорайон 7, здание 1Б. Частная наркологическая клиника номер 1 в городе Ачинске. Лечение зависимости под наблюдением квалифицированного персонала. Вывод из запоя. Вызов нарколога на дом. Кодирование. Реабилитация. Анонимность гарантируется. Подробности по телефону 8391-215-0033. Это Ольга. У нее варикоз. Но она боится операций, разрезов, наркоза и эти шрамы на ногах. А это Даша. Она удалила варикоз лазером в клинике «Варикоза нет». Ждем вас в новом году. Год новый, а цены пока еще старые. Инжиниринг строительства обслуживания приглашает на работу. Сметчика, механика, столеваров, технолога литейного производства, сварщиков, газорезчиков, электромонтеров, слесаря кипа. Справки по телефону 3-55-66 и 3-10-73. Собеседование проводится с понедельника по четверг. АГК, вторая проходная, с 9 до 11 часов. С самого утра на площади нефтяников работает бригада по демонтажу елки и ледяных скульптур. Снимает и навесную иллюминацию. На все работы, как сообщает в прислужбе НПЗ, понадобится не более двух дней. После того, как вывезут весь снег и лед, снимут охрану, площадь будет пуста. А вот в Парке Победы новогоднее убранство еще немного порадует ачинцев. Так сообщают в прислужбе мэрии. А дальше специалисты будут ориентироваться по погоде. Отмечу, что в прошлом году на площади нефтяников новогодняя сказка прекратилась в это же время. Что касается горок во дворах, жилых домов, которые строили управляющие компании, то они простоят до самой весны, пока снег не начнет таять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Ачинске появятся ясли. Детский сад номер 38 строители отремонтировали и сдали под Новый год. Но для малышей он откроется лишь в марте. Об этом телеканалу ОСА рассказала начальник управления образования Татьяна Быкова. Сейчас здесь все готовится к приему воспитанников. В настоящее время идет комплектация мебели. В помощь гняется детский сад для того, чтобы мы могли завести службу Роспотребнадзора и для проведения ТИЗы, так как мы должны выйти на процедуру лицензирования. Мы планируем, что дети выйдут в детский сад для получения образовательной программы в марте месяца. Напомним, долгое время садик на декабристов был законсервирован. Позже его получил колледж отраслевых технологий и бизнеса. А спустя 10 лет обратно возвращен в город. Решение о его реконструкции принято еще в позапрошлом году. Здесь будут группы для детей от полутора до трех лет. Следующим в планах на ремонт стоит заброшенный садик в пятом микрорайоне. Новогодние праздники уже за плечами. Было время отдохнуть от работы, набраться сил. И у каждого были мысли и пожелания, как сделать 21-й год лучше, чем прошлый. Как рассказывает врач-психотерапевт Владимир Куковицкий, ответственность всегда лежит на человеке. И дает три практических совета, как войти в 21-й год и сделать для себя что-то лучше. Первый совет – строить осуществимые планы на будущее. Достигнуть того, чего вы хотите и получить от этого удовлетворение. Человек должен испытывать удовольствие. Если слишком завысить планы, например, то, конечно, тогда можно где-то недоделать и получить состояние фрустрации. Это будет не очень приятно. Если же планы сбудутся, то, конечно, человек получает удовлетворение. Второй совет от нашего эксперта – не бояться менять построенные планы. Не останавливаться, не сидеть, как говорится, и переживать. Не держаться под события, да? Да, конечно. То есть некоторое время, конечно, будет, как кризис некоторый, стресс, да, что вот забирался, ну, тоже фрустрация. Но как можно быстрее проходить эти этапы фрустрации, то есть сразу же переключаться на что-то новое. Находить новых людей, новые занятия для себя. А еще постарайтесь вспомнить, что планировали в начале 20-го года и что воплотили. Обязательно выслушивайте как можно больше советов от близких людей, но решайте сами, как вам жить. Тем, кому вы доверяете. Это могут быть и родственники, и хорошие друзья, и мудрые просто люди есть вокруг. Если же таких нет, ну, можно обратиться к психологам. Есть прямо проанализировать, тесты пройти, чтобы знать, что для вас лучше, и что действительно вам более доступно, и чтобы не разочароваться потом в выбранном каком-то направлении жизненном. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok